дождалась наконец когда этот аморфофалюс распустится и вот получилась такая высоченная палочка а на конце непонятно что он совсем выглядит не так как он выглядел летом но может быть это из-за того что сезон не тот для его распускания в общем что-то очень смешное получилось вот мне тут просили рассказать немножко как я ухаживаю за фиалочками в частности за вот такими вот трейлерами замечательными да собственно говоря и сказать то нечем потому что я такая такая бестолковая ленивая что я за ними в общем-то не ухаживаю меня наверно по принципу что сама растет то и и растет хотя вот ладно все таки попытаюсь сделать честную попытку что-то рассказать значит вот трейлер замечательная совершенно чудная фиалочка стоит у меня как видите на подоконнике восточное окно но это сейчас зима осень и весна он так стоит летом конечно я его убираю немножко подальше он у меня стоит на столике рядом с окном ой вижу там кот играется так я все время отвлекаюсь вот он растет растет все замечательно там там есть вода нет сейчас посмотрим вот там есть наверное немножко воды он выпустил корички и он опять же стоит как бы на такой системе которую можно назвать фитильным поливом то есть в этой высокой стеклянной такой красивым высоком стеклянном стакане вот он у меня стоит и наращивать зеленую массу рано или поздно эта масса начинает вот так уже перевешивать не могу я отвлекаюсь я там ежа котенка который играется посмотрим как фокусируйся он не хочет фокусироваться там так где он котенок то где он словно меня видел спрятался там такой смешной котенок игрался так начинает вот так вот перевешиваться и уже какой-то становится такой неэстетично красивый я тогда вот эти штучки отрезаю и вот я их ставлю водичку ставлю водичку они очень быстро пускают корешки летом буквально за неделю сейчас может быть подольше но уже я вижу там корешки есть можно сажать и опять сажаю куда попало в любые любые баночки емкости вот у меня уже тут одна в баночке растет и уже цветет и уже тоже пытается куситься то есть не знаю как-то не не фанатею каким-то особенным уходом там каким-то особенным поливом но стараюсь просто не залить и полить вовремя кстати трейлер как-то любит чтобы земля была влажненькая в отличие от других фиалок я заметила что если я не дополью немножко как другие фиалки то он без пиняга сразу там совсем уже становится грустной вешает эти плети листья может быть ему больше воды нужно а в остальном с фиалками точно так же я стараюсь наверное я по своей натуре человек который очень много кормит зверей своих очень много поливает поэтому фиалками не думаю что у меня комфортно я стараюсь так себя сдерживать чтобы не поливать их слишком много стоят они чаще всего во всяких таких кашпо и в них стоит внизу вода они выпускают корешки и оказывается как бы на фитильном поливе и в общем то им это очень даже нравится ну то есть надо тоже отслеживать чтобы там вода не слишком не слишком не слишком ее было много чтобы она не перелилась вот поэтому трудно сказать я в общем как-то не не специалист как у меня есть замечательный человечек у которого я разживаюсь иногда какими-то новыми сортами вот она там все по правилам она составляет землю так как нужно каким-то составом она рыхлит ее написать без конца пересаживает опрыскивает от вредителей в общем я ничего этого не делаю что вырастет то вырастет поэтому конечно мне тут даже вроде и вам рассказать нечего и даже стыдно рассказывать об уходе ничего просто поливаю вовремя и все стараюсь не заливать не оставлять сухими а там уже как растут так растут вот какие замечательные выросли прелесть такие тяжелые вообще они такую тяжесть имеют эти тонкие веточки как-то умудряются держать их по три штучки на вот тоненькой веточке мандаринки так что все весь мой уход скорее можно назвать не вмешательством в жизнь растений вот потому что самые лучшие которые я видела цветы на фиалках вырастила женщина которая их сажала в какой-то навоз там чуть ли не то есть вообще безумно жирную землю что считается что фиалкам совершенно противопоказано но это были очень маленькие горшочки микроскопические просто и вот они наверное опять же сочетание жирной земли вкусненькой но ее не было так много чтобы они там загнили или что-то с ними случилось и вот они цвели просто такими букетами что я была шокирована это для меня было какое-то открытие вот я поняла что ничего мы об этих фиалках собственно говоря и не знаем толком и каждый в общем сам по себе своим путем идет опять мурая расцвела она не дала плодов вот она в прошлый раз цвела-цвела но плоды не завязались и вот она опять у меня цветет немножко гиацинтик уже выпустил вторую веточку первая уже как бы скончалась у нас их сажают в песок она в песке но зато вышла и вторая второй цветоносый теперь вот у меня опять пахнет очень вкусненько и хорошо вот тут у меня я начеренковала эти как их там и песцы вот потому что очень разрослись тут у меня насадился сам какой-то какая-то травка насадилась вот в общем попробую сейчас соберусь с мыслями может еще что-то добавлю умное но как видите никакого особенного ухода нету немножко еще продолжу о своем уходе за растениями хотя понимаю что я такой ботаник честно говоря что стыдно даже рассказывать что-то вот у меня все наверное сводится к такому интуитивному растеньеводству то есть я просто смотрю как растению хорошо как она все чувствует вот купила например вот такой цветочек это драценка какая-то по-моему ничего не знала так поискала посмотрела уход а потом просто начала смотреть ставить ее на разные места на подоконнике около подоконника плевать так по-разному смотреть и где-то сама для себя определила примерно что ей нравится когда она выросла очень высокая она растет вот высоту довольно быстро и хорошо но потом стволик снизу начинает сильно оголяться и с этим уже ничего не поделаешь и я просто отрезала верхушку и просто ткнула ее опять в землю ничего собственно говоря не предприняв дополнительно ну вот она укоренилась и теперь опять такое красивое аккуратное как бы деревце потому что это был уже такой лысый-лысый длинный стволик и на верхушке какая-то там была шапочка этих листьев вот ну и примерно вот так у меня уход за всеми зимой конечно вот сейчас уже вечер как видите ну я хоть хоть как-то хоть чем-то стараюсь подсвечивать потому что понимаю что самое главное это недостаток света и сухой воздух сухой воздух ну можно на батарее пробовать что-то класть там может быть какие-то мисочки с водой я этого ничего не делаю у нас топит не так сильно у нас температура не такая высокая как бы можно какой-то купить наверное ну какой-то увлажнитель воздуха попытаться если вы считаете что растение плохо то есть я просто стараюсь наблюдать смотрю как и что конечно до весны кто-то не доживет не буду хвалиться и говорить что у меня тут прямо все такие живучие вот стараюсь как-то это сама есть возможность протирать листочки или просто носить в душ мыть или опрыскивать но тоже осторожно потому что есть какие-то растения те же фиалочки у которых листья опушенные или еще какие-то которые мне кажется совсем не в восторге если на них там попадает вода мыть фиалки мне не приходится листья но если очень грязно я могу так под кран наискосок аккуратно чтобы не мочить эту серединочку и просто помыть аккуратно и в общем-то все даже не знаю мне так сложно сказать что я тут как-то специально ухаживаю если я пересаживаю но я стараюсь там купить какую-то землю я конечно не копаю там во дворе я покупаю в магазине по составу беру какую-то среднюю что называется тоже не составляю никаких специальных составов у меня только какое-то одно удобрение которое купила в магазине так на удачу какое-то немецкое и вот оно как раз очень хорошо в этом году оно себя оправдало потому что очень у меня начали фиалочки здорово цвести благодаря этому удобрению конечно если бы у меня было какое-то редкое растение я бы наверное там читала очень много литературы пыталась создать ему оптимальные условия но я заметила иногда что даже если я про какое-то растение забываю что ему это даже и в общем-то лучше когда я вот там не тереблю поливаю умеренно потому что я говорю у меня есть склонность заливать немножко вот ну если я вижу что как-то вот я даже пересадила скажем растению как-то грустно не весело и что-то ну я могу поменять землю еще раз попытаться у нас конечно очень большая проблема если будут какие-то вредители на растениях в латвии последнее время запретили очень много хороших средств именно против там клещей против там серы гнили еще чего-то которые можно купить в россии недорого вот у нас это все запрещено сейчас поэтому если не дай бог кто-то там нападет вот это будет самая настоящая печалька и проблема то что есть у нас стоит каких-то немыслимых денег совершенно и мне кажется не особо хорошо и помогает вот так что весь уход это скажем так не навредит что называется а дальше можно экспериментировать я говорю никогда не предполагала что фиалка будет в черноземе в такой жирной земле которая якобы ей противопоказано так супер просто цвести обалденно красиво ну вот оказывается и такой опыт есть то есть ну наверное просто смотреть по ощущению вот кому что и как так что я наверное экспериментатор ну такой добрый экспериментатор который не пытается создавать какие-то условия совершенно экстремальные а который просто смотрит как растение лучше и если я вижу что ему нравится то собственно говоря тогда и начинаю использовать этот уход те же эписцы считаются что они относятся например к семейству гиснериевых ну то есть к тому же что и фиалочки вот одна из эписцы ну как видите они стоят на очень солнечном как бы так сказать месте летом тут вообще просто солнце пек и земля у них такая вечно влажная то есть нелегкая я посадила довольно тяжелую землю и вот это сочетание тем не менее им нравится они растут прекрасно хотя считается что над ними надо так же нежно так сказать в смысле освещения влажности и всего прочего надо их держать где-то так в полутени такой легкой ну вот ну вот я как-то рискнула был момент что поставила на солнце и увидела что они просто как сумасшедшие стали расти им нравится и с тех пор я их больше с ними так не нянчусь как с фиалками ну с фиалками да я как-то до сих пор не поняла что им там должно нравиться поэтому не скажу что великий специалист по фиалкам вот так что вот так вот не могу дать совета просто наблюдайте смотрите если вдруг это сама видите что растению как-то не так то пытайтесь разобраться в чем дело сейчас уже темно поэтому тут особо вам и показать нечего всего хорошего пока пока до следующих встреч до следующих встреч